Видео для Final Cut-чиков, Final Cutеров, Final Checkеров, Final Checkов, Final Checkов Короче, сегодня делаем такое интро Стоп, 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 не прям такое интро, вернее не все интро целиком и такое сегодня будем делать Я разберу некоторые моменты из этого интро, какие-то манипуляции со шрифтами, какие-то переходы Потому что если я буду разбирать все интро, видео получится очень длинным А как ты знаешь, я люблю короткие видео, лаконичные, в которых ты можешь посмотреть те или иные штучки, фишки, переходы там, какие-то Но перед тем, как я начну, вот что я хотел тебе сказать Друг, спасибо, что пишешь мне в личку, вконтакте, в фейсбуке, в директе, в инстаграме Очень приятно, все свои вопросы задаешь там, это все очень круто Но если бы сейчас вся толпа, которая написала мне в личных сообщениях, скопила бы свои сообщения и переслала бы в комментариях Видео бы здорово продвинулось в рекомендуемых, и это бы повлияло положительно на развитие канала Поэтому задавай свои вопросы, пожалуйста, в комментариях У меня стоит уведомление, когда приходят комментарии на ютуб, и я стараюсь оперативно там отвечать В фейсбуке, вконтакте я бываю очень редко, поэтому там я могу не сразу же ответить, а в комментариях я стараюсь отвечать мгновенно И пожалуйста, не пиши аудиосообщение, потому что бывает так, что открываешь вконтакте, а там какой-нибудь чел просто там надиктовал 5 или 6 аудиодорожек каждые по полторы минуты Чувак, я такое правду не буду слушать, на это просто нет времени разбираться, что-то там не наговорил Каждый вопрос по Final Cut можно сформулировать в 3-4 предложения и оставить его в комментариях Поэтому спрашивай в комментах, даже если я не отвечу, кто-то из тех, кто читает комментарии, можно ответить, почему бы и нет А сегодня разберем, как делает интро Питер МакКинон Ныряем в Final Cut Итак, первое, что тебе нужно сделать перед тем, как начать монтировать такое интро Это, естественно, тебе нужен образец, и вот он, он, и тебе нужно скачать его и посмотреть на него очень внимательно своими глазами Перед тем, как начинать монтаж, тебе нужно сочетать количество кадров, если ты хочешь сделать реально похожее видео Здесь Петруха использует 18 разных шотов, они, конечно, у него очень красивые, не такие, как у меня И разного рода эффекты, и всякие интересные переходы, в основном это гличи Я скачал тот самый трек, который он использует Находится он на Epidemic Sound, в плейлисте Badass Ads Самый первый, вот он, он Но он использует лишь малую часть из него, это, короче, начало и конец Вот здесь я обрезал, получается, этот трек В общем, я уже подготовил его к нашему клипу Все интро у него идет чуть больше 12 секунд У меня здесь трек получился на 13, но ничего, мы сейчас подкорректируем его И первое, что тебе нужно сделать, это читать такое же количество кадров Я тут рандомно насобирал 18 разных шотов из своей библиотеки Видео, которое я делал, тут и собаки, и разные модели, тут, короче, и машины какие-то Итак, в первом шоте нам понадобится вот такая вот фиговина Находится она в генераторе, это генератор Shape Скидываем его на наш первый шот, немного увеличим Обрезаем по кадру, удаляем Здесь значение генератора можно изменить его на разные геометрические фигуры Сейчас это Circle, круг, нам понадобится Square, квадрат И уберем Fill, заполнение Выберем Outline Color, для начала белое Контрастный шот, такой черный, на черном будет белый Но в дальнейшем мы будем использовать белый квадрат Здесь Drop Shadow уберем И Outline Width мы сделаем немного побольше Примерно на 32 Всю нашу конструкцию я предлагаю уменьшить Сверху накидываем титр, находится он в тайтлах Basic Title, нажимаем Q, скинуть его, обрезаем Здесь в инспекторе что-нибудь пишем У него это первые буквы его имени и фамилия Петро Макинон, Петруха, Карифан канадский Выбираем D, P, вот Proxima Nova И он немного наклонен И выбираем сверх жирный курсив И увеличиваем размер шрифта Во-первых, букву P нужно немного сместить вниз Делается вот здесь, это Baseline Для этого нам нужно выбрать отдельную букву, которую мы хотим сместить И смещаем ее вниз Так, берем титр, выделяем его И в месте, где хотим, чтобы из залитого он перестал быть залитым А это примерно вот здесь Нажимаем B, Blade, разделяем шрифт Делаем его немного с захлестом, скорее всего Убираем заливку, делается это вот здесь Вкладки Face, убираем ее Так, убрали Outline, выбираем белый Получается такая вот штука У него здесь постоянно используются всякие разные гличи Их на самом деле много очень бесплатных В интернете можешь набрать просто там глич для Final Cut Если не забуду, оставлю ссылку в описании Если забуду, напомню в комментариях Если же ты обламываешься его скачивать То можно использовать вот такой глич Например, кладка Style Lies Такая штука, BTV BTV, она в принципе, видишь, сойдет за глич Но я не буду его использовать, потому что у меня есть немного другой глич Вот он, от Pixel Films И накину его сверху наших букв Здесь и здесь Так, со шрифтом закончили Что нам нужно сделать с кадром Такой как бы сепии Берем наш кадр и скидываем на него эффект Как называется он X-Ray X-Ray, это вот такая сепия Я думаю, что сверху нам еще понадобится Что-нибудь типа Black and White Вот так Теперь для того, чтобы нам выбрать вот этот квадрат Копируем с зажатой клавишей Option Копируем клип, в котором мы сейчас будем применять маску Это без разницы, можно Draw Mask Накидываем его на верхний клип Тянем скиммер в начало И обводим его по нашей рамке Немножко прибираем эффекты Mount Эффект X-Ray, вернее, можно на самом деле его, наверное, вообще выключить И Black and White тоже выключить А в настройках цвета сделать его синее В течение кадра у него получается вот этот центровой шот увеличивается Поэтому ставим скиммер в начало На том кадре, где у нас применена маска Открываем Draw Mask, настройки ее В вкладке Scale Ставим ключевую точку в начале Смещаем ее немного до середины кадра И увеличиваем скейл примерно на 109% Смотрим, как получается Еще также у него здесь применено Коше Которая раздвигается по мере того, как раздвигается вот этот квадрат Для этого нам понадобится корректирующий слой Вкладке Custom В каком-то из видео я уже его скидывал по ссылке Врезаем его Ставим скиммер в начало Делаем на нем кроп 135 сверху И 135 снизу Ставим ключевые точки Не забывая, чтобы скиммер был в начало Сдвигаем на середину нашего шота И убираем кроп Коше раздвигается Смотрим, что получается Ну вот еще применяются такие вот полосы Вот всякие разные На самом деле их можно заморочиться Я думаю, что у него какой-то скачанный там свой плагин Или созданный под себя плагин Или эффект Ну вот как можно сделать их в Final Cut Нам понадобится пустой генератор Сюда поверх кадров Обрезаем Вот этими ползунками в разделе Кроп Обрезаем его в самой маленькой полосочке Вот такой Кропом Left и Right Сокращаем его Нажимаем здесь, выбираем ключевые точки Ну принцип понял, да Увеличиваем нашу полоску Теперь для того, чтобы у нас все это вот так не торчало Выбираем все И нажимаем Option G Это у нас Compound Clip Назовем его Titles Titles Intro Окей Дальше у него наезжает следующий кадр Справа налево И он такой у него, видишь, получается скошенный И потом этот скос заполняет весь кадр Показываю, как это делается Получается, он будет въезжать справа налево Нажимаем Option Command вверх Для того, чтобы поднять его на таймлинии Немного расширим Мне нужно, чтобы был захлест на предыдущий кадр Поэтому кадр я удлиню Я не могу просто взять и удлинить Compound Clip Потому что, видишь, будет красная полоска Потому что внутри Compound Clip Кадры, которые есть, они идут всего 2 секунды Для того, чтобы их там снаружи удлинить, я их удлиняю внутри Выйти из Compound Clip Нажимаем вот эту стрелочку назад И теперь здесь я могу сделать захлёст Выбрав этот клип, нажав клавишу T Это называется она Trim Если не запоминаешь, клавиша горячая Она находится вот здесь Клавиша T, Trim Она позволит нам продлить кадр, не задев при этом верхний шот Нам понадобится, чтобы он въехал примерно вот здесь Вот по Wave в форме вот этой Мы видим, что здесь будет бит Отметим здесь метку буквой M И теперь берём наш шот Отмечаем здесь размер до 50% Выбираем mask Draw mask Накидываем его сверху И делаем такой скос Получается отсюда До сюда Выбираем transform Смещаем весь шот за пределы кадра Не забывая, чтобы скиммер был в начале Ставим ключевую точку Сдвигаем скиммер на несколько кадров вправо И вытягиваем наш кадр до конца Нажимаем клавишу A Это дом Смотрим, что получилось Все, кадр вылетел Но нам нужно, чтобы этот угол Получается Презвратился вне угол И выбираем маску И в маске мы будем Здесь есть вкладка control points Сжимаем на неё Получается, оставим ключевую точку Будем управлять вот этими двумя точками Смещаем скиммер немного правее И просто берём заточку И тянем её влево Смотрим, что получается Смотрим, что дальше у него происходит Дальше, после того, как кадр влетел Появляется вот этот генератор Который квадрат С теми же самыми буквами Посмотрим, как это можно сделать Ну, во-первых, накидываем генератор Смотрим, чтобы размер был такой же Но похоже, что он у него немножко меньше Поэтому во вкладке scale Просто подбираем размер Получается такое движение В тот момент, когда этот угол у нас срезается Происходит такое движение Берём, заходим в генератор Берём наш титр прямо отсюда Ctrl-C Command-C, вернее И копируем его вот сюда Я скопировал его оттуда Для того, чтобы вместе с ним У меня скопировались все настройки Его позиция Убираем все эти генераторы Под Compound Clip Переходим к следующему кадру Следующий кадр у нас Идёт через вот этот X-Ray Смотрим, что для этого нужно сделать Беру, разрезаю вот так Compound Clip Переменю сюда эффект X-Ray Который у нас был в самом начале видео Так, вот здесь интересный момент Получается, у меня вот эта рамка постоянно движется И после того, как заканчивается этот кадр Она обрастает в такую вот вертикалку, скажем так С боков у нас появляется еще по кадру Что мы для этого делаем? Обновился до Каталины И стало все просто нереально тупить Просто жесть вообще Так, значит, отделяем кадр вот здесь По край кадра верхнего То, чтобы применить непосредственно эффект glitch К самой рамке Необходимо рамку и glitch Спрятать только их двоих Под Compound Clip В Compound Clip, вернее Нам нужно также ключевыми точками Здесь в трансформе увеличить Position Scale и Position X Вернее, наоборот, Y у нас по вертикали А X у нас будет по горизонтали увеличиваться А по бокам у нас поместится еще два кадра Это два следующих кадра Мы их просто берем и перетягиваем сюда Обрезаем вправо-лево Смотрим, что получается Так, вот здесь притречен текст И на самом деле Это лучше всего сделать с плагином Кадры, на которых я буду показывать Just Make Width Будут все по 12 кадров А последний, на котором будет показано Три слова Будет в два раза больше То есть одну секунду То есть у нас получается 24 кадра А на следующем кадре убираем заливку шрифта Делается это уже знаешь где Вот здесь Face убираем Outline Добавляем И шрифт Давай черный какой-нибудь Так, интересный момент Вот здесь со шрифтами Как это делается мерцание Очень просто это делается На самом деле Так, для того, чтобы он замерцал Нам нужно просто несколько раз убрать шрифт Вот он здесь появился Здесь просто обрезаем Так, ну и заключительный кадр У него идет сплит-экран Так, ну и вроде бы как все И посмотрим, что получилось Как-то так получилось Такое интро Надеюсь, что-то ты это подхватил Из этого видео Для себя Что-то тебе стало понятно Например, какие-то вот эти вещи Со шрифтами Ну и также вот с этой вот рамкой Тоже можно что-то придумывать Со сплит-экраном Поэтому садись сейчас И пробуй скопировать То же самое сделать Надеюсь, у тебя получится Если что, спрашивай в комментариях В личных сообщениях Старайся не писать Поэтому на этом все Быстрого тебе монтажа Хороших кадров Удачных съемок И пока